Субтитры сделал DimaTorzok Много обстоятельства сложились так, что в бункере были только мы и никого больше. Мы целый час пробыли в этом холодильнике, и не безрезультатно. Мы нашли какие-то коды, шифры, непонятные надписи на стенах и всё тщательно записывали. Эпогей наших поисков заключался в попытке залезть в потолочную дыру, в надежде найти там какой-нибудь артефакт. Но, к сожалению, его там не было. Собрав все возможные и невозможные данные о бункере, мы решили его покинуть. Что-то эти подсказки значат? Надо в баре разбираться с ними. Тут два варика, да, либо бар, либо научники. Ну, третий вариант, мы сами можем посидеть, покупать. Ну, просто у меня мыслей даже пока нет. Выходить из бункера было крайне опасно, потому что прямо у входа там должны были стоять монстряки. А то, чего ещё похуже. Темнота, холод, туман. Благо, ни у кого не было из нас клаустрофобии. Условия полного мрака и крепоты нам было обеспечено. Выключив фонари, мы двигались прямо к выходу, опираясь на стеночки и держась друг за друга. Благо, никто из нас ногу не подвернул, не сломал, и на выходе нас никто не ждал. У нас было два выбора. Либо пойти на базу к учёным, что просто рукой подать, либо в бар. Но возле бара, скорее всего, нас бы кто-нибудь встретил. Там вообще уже страйкбол шёл вовсю, там уже вообще просто нереально было что-то как-то пройти. Поэтому мы решили просто пойти к базе учёных. Но не тут-то было. Из базы учёных уже кто-то вышел. И весьма воинственный, агрессивно настроенный. И диапазон фонариков начал нас доставать. И мы решили побежать прямо в сторону бара. Потому что кто его знает, кто-то вышел из базы учёных. И вообще сейчас уже в ночи никто не спрашивает, кто идёт, кто не идёт. Поэтому мы просто драпнули туда. Люди, которые вышли из базы учёных, нас запалили, когда мы убегали. И они начали нас преследовать. Бежать через поляну очень быстро. Мы наткнулись на свет ещё какой-то группы. И мы оказались зажаты между двух огней. Слева от нас стоял огромный куст. И мы не раздумывая прыгнули прямо в него. После чего эти две группы, которые светили в одну сторону и в другую сторону фонарями в нас, вышли друг на друга и начали перестрелку. Мы, не дожидаясь конца перестрелки, потихоньку с другой стороны куста обошли всю эту вакханалию и вернулись на базу к учёным. Он тебе предлагает себе банан. Что там, бать? Придя на базу к учёным, Алёна показала мне свою боевую травму. Когда огромной толпой все в панике выбегали из бункера, то была нереальная толкучка. И Алёна очень сильно шортнулась локтём об бетонную стену. На самом деле просто царапина, но обработать нужно было. Чувствуешься заражённой? Чувствуешься заражённой? Плов хороший. Хочешь испытать? Ударный. О, знаю, он младший. Есть тушёнка. Могу добавить пловую. Он уже с тушёнкой. Он уже с тушёнкой. По-моему, мы не знаем, что он даёт. Лосковые сети восходы... Ну, что ты делаешь? Я сегодня вроде тут пробую, проверяю, всё. Учёные проверяют на меня, как на крысе белой. Как я буду чувствовать себя при применении на меня артефакта батарейки. Какие ваши ощущения? Я не знаю, пока хорошие только. Хорошие твои? Это же просто замечательно. Пока только замечательно. У меня просто нога, например, не болит. Мы встречали одного сталкера, который эту штуку пробовал. Он остался заикой. Ну, я понимаю, что... А, я два раза пробовал эту штуку. Ну, как повезёт. Счастливый, счастливый. Это зло просто. Это зло. Нет, вы пробуйте. Проверено. Проверено. 100% работает полностью, бонусы только получают. Он теперь после применения артефакта всегда говорит только хорошее. Вот зло просто работает. Я зелёный... Счастливый, улучшилось, нет? Счастливый. Счастливый, нормально. Ну, не улучшилось. Не улучшилось. Там, кстати, засада есть, если что. Вот здесь доска. Да у воякок. Прямо вот здесь, перед баром. И они, я не понимаю, у них ПНВ есть или что? Ну, что скажете? Любовница есть? Нет. Бросаем? Блята болит в груди. Врёт ведь? Нет. Врёт. Бросаем, решаем итог. Вот теперь я, вот теперь я поеду. Теперь ты можешь раненый, иди до базы, чтобы вылезти. Она застыла рука. Нифига. Я пойду поеду сейчас. Нифига, нормально. Прямо туда пойду, пойду вылезти. Пойду опять. То есть, его ранили, он упал, полежал, потом встал, может идти дальше, получается, до базы. Да, чтобы он показал, что он раненый. Ага. Подожди, а этот эффект у нас... Короче, я думаю, что если мы, допустим, загадку в бункере не решим, то вот эту информацию, цифру, во-первых, надо найти покупателя, во-вторых, определиться с ценой. Да что, ну и что, нам 4 рубаса. Ну, мне кажется, десятку можно взять. Хорошо. Что тут? Покравь цепь. Видишь? Офигеть. Это отсюда сбежал от монастер. Ничего себе ошейничек. Как он мог, понимаешь? Как будто себя прогрыз что-то. Да. Ну что, как тебе? Как тебе первые ощущения? Мне ссыкотно. Ты... Она говорит, что для... Это такой стрессак, ребята. Мы шли по дороге, с одной стороны от нас было 15 зомбей за нами бежало, с другой стороны долг воюет со свободой, и там военные еще с бандитами на пару. И мы как мыши просто по лесу в пятером шли, и серьезно, мне в один момент показалось, что на замок не идет, у меня аж внутри все содрогнулось. У меня, короче, запотели очки, вообще ни хрена не видно, нужно специально, короче, штуку покупать, но у меня перед поездкой... Они уже, в принципе, немножко мутные. Я написал, но надо будет потом просто в следующий раз покупать. Да. Я не знал, что такая фигня есть, но она существует и может просто... После бункера очень сильно запотевают из-за перепадов температуры. В бункере очень холодно, там пара за рта идет. А здесь температура плюсовая. То есть из-за перепада мгновенно запотевают. И плюс, после того, как мы вышли, нам же пришлось... Нам же пришлось бежать в сторону от фонарей, потому что мы не знали, кто там идет. Ага. Ну так надо до утра еще дожить. Мы проснемся только часов в 12. Короче, по ситуации. Мы сейчас находимся на базе ученых и сейчас крайне, крайне опасно идти до бара. Но нам надо дойти до бара, потому что... Хотя бы потому что там наши теплые вещи. Теплые вещи. Холодно где-то. Сейчас темнеет. Ночью температура опустится до 14 градусов, а нам по-любому нужны спальные вещи. Мне очень парадоксально показалось, когда мы из бункера уходили на улицу и становилось так тепло ночью. Да, конечно. Там такой холодильник. Ты выходишь и просто понимаешь, что я дома. Вот такое вот ощущение. Очень тепло. Мы сейчас привыкли и чувствуется холодок. Я чего не снял. Мы, получается, как... Мы вышли из бункера так, чтобы нас не заметили монстры. Они, возможно, могли были быть. Вот. И мы вырулили так, ну, заглушившись в фонари. Кто-то выходил в этот момент из базы ученых. Видать, ну, уходили вдоль дороги. И нас засветили случайно фонарем. И начали нас преследовать. Да. Причем с криками, типа, эй, кто там ходит по кустам? И это так страшно было. Ладно, мы, короче, решили свернуть в сторону бара. Пошли, короче, в сторону бара потихоньку по кустам. А там засада. А там, короче, засада перед нами. Мы прям увидели, что они сидят, они сидят прям. И просто мы к ним в спины вышли. И мы понимаем, что за нами кто-то идет, пытается нас преследовать. И мы на кого-то. Перед нами кто-то. И перед нами, и, короче, нас зажимают. Да. И мы их чуть-чуть напугаем, они нас стреляют махом. Да. И мне пришлось... Ну, я не снимал в этот момент, потому что после того, как мы из бункера вышли, я не стал снимать. То есть лампочка, она горит красным, очень сильно палится. Короче, мы здесь бандиты сидят. Никого не пускают. Говорят, сейчас все повылазили, свобода летует туда-сюда. Ага. Ну, почему попасть-то можно? Ну, нам придется по темному лесу на ощупь. Либо нам придется по темному лесу, либо без фонариков по дороге аккуратненько идти. Выбирайте сами, только очень тихо. По темному лесу в обход можно. Как мы сюда шли, только свернуть напротив. Мне кажется, это более безопасно, чем идти между молотом и наковальней. Не, ну... Относительно, это сталкеры... Да обдумываем, как добраться до... До бара. До бара. Износу надо. Короче, если хотите помочь бедному сталкеру, я вам еще раз обрисую ситуацию. Теоретически, у нас есть догадка, что поможет одно зелье, которое будет сварено из белого цветка, из синего цветка и фиолетовой ромашки. По-моему, так. Снова квест с обалденными цветочками, сука. Как же я им рад. И теперь добыть нужно не один цветочек, а целых три повышения уровня сложности. А еще ведь и ночь на дворе. Как мы будем различать цвета в полном мраке, а? Да? Я понял. Нас днем отправляли за цветком, и награда была около 7000. Да ты что? За один цветок, да. Это чисто зелье. А мы его за... Сталкер, он не ученый. За полчаса. У него нет такого. У него бабки качаются. Нет. Ну и что за гитару распадать? Восемь по два каждому. Беремся, нет? Четыре аванса? Нет, у нас с нами ученый будет. Это надо по этой тропке идти. Так, обратно практически. Что, группу собрали? Да, группа-то собрана. Четыре аванс, да? Ага. Это чисто за то, что взялись. Да. Хорошо. А, ну вон, как раз. Держи. Выручайте, пожалуйста. Да, пойдем уже что-то. Постараемся. Будем стараться быстро это сделать. Он орет там уже. Пока он там орет, пойдем. Группа готова. Да, там, кстати, сейчас хороший момент выходить. Пока он занят кем-то. Ну, он точно пошел подушить долго. Так, аптечки у всех есть? Нет. Одна. У нас одна, да, только. Давай я аптечку буду перевязывать. У нас, видите, мы бюджетники, у нас с аптечками очень плохо. Если вас поранят или еще что-нибудь, то хотя бы аптечку с собой заберешь, да? Конечно. Я клятву Гиппократу давал. Ага. Ну, тогда ладно. Или принимал. Какая канала? Я что, помню, что ли? Очень героически. Наверное, очень героически. Почему? Нет, не правда. Там называется, что я пойду в дом, не смотая ни на что, не вздирая на материальное или какое-либо положение. Короче, далее я постараюсь обрисовать все на словах, потому что дальнейшее, что происходило, просто, во-первых, там, ну реально, ну ни хрена не видно. Как бы я там гамму что выкручивал, не получилось у меня картинку нормально сделать. Да и, в принципе, события там были довольно пассивные и неинтересные. В последующий час мы очень-очень медленно, ползком, тихо по стелсу пытались обойти все преграды. Монстров, засады бандитов, все, что только можно, дабы найти эти долбаные цветочки. Во всей вот этой вот картине, к сожалению, я не смогу вам передать ту реально, реально клевую атмосферу, которая была. В чем же была соль? Мы, ползком, по огромной территории, по траве, запах, запах травы, это просто нечто. Ни хрена не видно, но просто знаешь, что нужно ползти вперед. Но, к сожалению, я подводил свою группу в силу того, что у меня была жопа порвана и мне было очень неудобно ползти. И еще вес сумки, он был очень большой и давил прямо мне на грудак. Я не знаю, как так получилось, видать, я настолько мелкий, что даже сумка для меня кажется реально тяжелой ношей. В следующий раз постараюсь идти налегке и не брать с собой 2 килограмма хлеба, 10 банок тушенки и все, что там, в общем, у меня было. Так вот, ползем мы, значит, по всему этому полю. Где-то сзади нас засада бандитов на дороге и они там стреляются, постоянно с кем-то стреляются. И когда мы ползли, один из бандитов посветил нашу сторону фонариком и заметил нас. Крикнул своим контакт двое, что значит, что он заметил двоих. Мы, в свою очередь, просто затаились. Лежали в траве, как вкопанные. Травка сестра наша, камень брат родной. Вот так и лежали. Пока один бандюган пытался высветить нас фонарем, а были мы достаточно далеко, но достаточно, видать, близко, чтобы он нас вообще заметил. У них началась опять там какая-то потасовочка. И остальная группа бандитов сказала ему, эй, типа, давай, завязывай там, что видел, не видел. У нас тут драка, типа, сконцентрируйся на другом. После чего нас отпустило и мы поползли дальше. Хочу обратить внимание, что вот этот весь процесс, который я вам писал, он длился полчаса. И запах травы был шикарен. В процессе всего этого мы нашли одну травку. Одну из трех, которую нам нужно было добыть. В итоге мы приползли на то место, где утром с Аленой выполняли задание первое. То есть первые цветочки, где нашли, там были других оттенков цветочки. Мы заняли эту гору и начали искать цветочки. Помните в первой части, когда мы шли по дороге, где за нами еще потом бежал какой-то кровосос или кто? Плюс там еще Долговец сидел справа на горе. Вот, кстати, где он там сидел, вот там мы искали цветочки. А вот бетонка справа, на ней я закрепился. И выглядело это вот примерно вот так вот вот лежа. И в такой вот позе я пролежал где-то полчаса. И очень тихо. И что самое магическое в этой тишине, в лесу, под звездами, было так отчетливо слышно каждого бандита, который находился в километре от нас. Я не преувеличиваю, их реально было слышно. Как они разговаривали, о чем они разговаривали, что они обсуждали. И это было чертовски круто и атмосферно. Собрав все цветочки, мы направились к входу бункера. Но не с той стороны, где ученые, а именно с той стороны, который был ближе от нас. В общем, сквозная. Ну вы поняли, с той стороны, которая... Короче говоря, мы решили сократить путь через бункер. Так как в этот момент в лесу был какой-то нереально жуткий вопль. Прям оглушающим. И его источник я не обнаружил. Потом выяснилось, что это кричал контролер, и много кто от него полег. Мы же решили просто не рисковать и... Нахрен, через бункер пройти. Сука! Спустившись снова в этот темный, холодный, тесный бункер... Вдалеке, в темноте, были видны фонари. Кто это, нам было неизвестно. Но нам нужно было пройти мимо них. Кто здесь? Кто? Ещё раз. Из долга? Долг? Учёные мы! Учёные мы! Мы пробираемся к себе на базу. Чё пропустите? Чё мир? Поверху? Поверху знаешь что? Бандиты! Там бандиты слева от бункера, если чё. Обходят с этой стороны, сзади. Слышишь, нет? Мужики, что пропустите, Маш, а? Смысл прятаться. Мужики! Мужики! Прямо посреди диалога, без звука, просто погасли фонари. И даже не слышно было, как они уходили. В дальнейшем, обследовав бункер, мы вообще не нашли ничьих следов. Вот это было реально жутко и странно. Да нету никого. Что вы, мужики, пропустите? Нет нас, а? Дядьки! Долг! В бункере мы нашли артефакт. И очень странно, что после долга, который там был, исчез, появился артефакт. Мистика какая-то, черт возьми. Но после всего этого мы выбрались из бункера и пошли до базы ученых беспрепятственно. Собственно, сдали квест и направились в бар. Просто тупо пошли в бар, господи, и даже никто нас не остановил, потому что все бандиты были мертвы. Так как там был контролер и уничтожил абсолютно все живое, что было на поверхности в этот момент. Сидорович, базар-вокзал есть. Перетрем. Наверное, вкусный насидок. Что, хотел бы попасть под золотой дождь? А что это? Блески. Дорогой, подходи и позорачивай. Полностью. Полностью позорачивай. Немножко грязненький. Мне кажется, мы все немножко потрепаны. Ты у тебя тоже, смотри, все. Я-то себя не вижу. Самое классное, это когда ты сидишь полчаса, опустив голову в траву и нюхаешь ее. Что, вкусно пахать? Сидишь, это в принципе не так уж плохо. Главное, поудобнее улезти. Да я же в один момент начала засыпать. Самое удивительное, что мне в штанину через мою дырку прям пролезла только один раз какая-то собака. Там что-то интересное. А вот так, ну, не надо, нахер. Ну, давайте переседуем. Вот, есть такой штук. Ага. Но ученые определить не смогли, что это? Ученые даже определить не смогли. Что это такое? Сами заинтересовались. Но говорят, что это артефакт, по-любому. Это байкальская вода, по-моему, был. Нет, 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 ну, дри. Ну, я даже знаю, что это. Где это такое? Как они, габариты, что это? Насколько заберешь, короче. У нас такая фишка. Мы хотим пиво четвером все. Занеси тебе даже два артефакта. Все, второе принеси. А еще нашел такую штукенцию прямо у самой окраины леса. Я тебе могу сказать, где много таких штукенций, даже со стеклами. Метров 150. Я бы сказал, даже отсюда метров 30. Твоя за. О, уже делал. Пробуйся. Ну, попробуйся. Обязательно я их не буду. А что ее свойственность не хотите? Мы сейчас хотим пользоваться влагами цивилизации. Хотим горяченького что-нибудь съесть. Горяченькое будет чуть попозже. Для начала я сейчас налью в капоте горяченького, а потом пиво. Охладненькое. Тестное? Да. Все. Да пока она еще не будет. Что? Это получается слезы, которые времени. Замечательное, полезное свойство. Каждый шарик добавляет минус 2 минуты на мероприятие. Чем больше у тебя их цепочка, так и есть целый, скажем так, архивак, это пирамида времени. Целые пирамидки есть такие, которые позволяют тебе зайти в мероприятие, сказать на привет всем и уйти из него. Ну, 4 минуты-то, что сказать. Сколько по нигам? И сколько одна такая штука и она? Не знаю. У меня дешево. А где дорого? Да дорого не надо. Ну, ученые даже не смогли понять, что это такое. Я думаю, вы как смотрели на то, чтобы нас покормили-набоились? Да. Вообще, отлично. Отлично. На карту напоюсь все нормально. Единственное, только накормить. Сейчас чуть попозже. А это не вопрос, мы пока никуда не пойдем. В общем, официально можно сказать, что на этом наши приключения на зоне подведены к концу. И нас ждало небольшой мини-такой хард-пати. Давайте прям при топлив. Посмотри, кто из вас кто. Это что такое? Да. Это... Купить нет? Вытянули все? Да. Теперь условия очень простые. Кому-то из вас попадется слабительное. А-а-а! Что? Готовы? Что? А в чем резон? В смысле, оно настоящее? Ну, что, чокнитесь друг с другом и поехали. А сейчас, давайте попробуем. Слушала я где-то такой прикол? Да. Всем попалось. Я знаю этот прикол. Если оно там было, я не жалю и вкусно было. Можно еще слабительное. Те коды, что мы нашли в бункере, оказались просто туфтой, потому что они вообще никак не относились к проекту Stalker Strike. Мы расстроились. Да. Было 6 часов утра. Игру мы решили закончить, потому что она заканчивалась в 12.00. И мы очень сильно хотели спать. Если бы мы легли спать, то проснулись бы либо уже после завершения игры, либо, ну, к ее завершению. Поэтому смысла на полигоне оставаться не было. Мы просто собрали жопу в горсть и поехали в город. По итогу, игра получилась, на первый взгляд, очень сырой в плане организации. В Иркутске подобные мероприятия проводятся впервые. Ну, как впервые. Прямо вот такого масштаба. Это реально в первый раз у нас в Иркутской области. Я знаю, что есть в Питере подобные проекты. И сделаны они очень качественно, проработаны. И они организовываются, если я не ошибаюсь, где-то с 2008-х годов вообще там. То есть там уже опыт, ребята, трогого. Я надеюсь, что когда-нибудь мне доведется съездить туда и самому попробовать с ее мероприятие. Но для меня это, ребята, по карману очень сильно бьет. То есть тут получился какой-то некий алко-страйк с помесью инициативных лиц, которые реально очень сильно хотят поиграть в РП. Но обстановка, созданная вокруг, не позволяет в полной мере погрузиться в весь этот процесс. Вот и получаются квесты из ряда «Посиди с ребенком». Пришли на лагерь бандитов, никого нету. У свободы командир отсутствует. Что делать, все не знают. У ученых из квестов только «Пойди, цветочек найди, принеси». Как новички мы тоже никому нафиг не нужны были. Задания, в принципе, мы что-то выполняли. По деньгам тоже какой-то небольшой дисбаланс был, так как потратили из 36 тысяч соленые на двоих, которые нам выдали только 6 тысяч на воду. И заработали, наверное, столько же. У меня вот, кстати говоря, до сих пор вот здесь вот лежат. Я просто забыл их вынуть. Видать, это был потайной карман. Мы когда постирали энцефалитки, мы просто вот достали вот эти вот помятые купюры. Да, ну на память осталось хорошо. Короче, на лайте. Вот на конкретном таком лайте. Я не говорю, что это совсем уж прям вообще жопа, стыд, позор. Нет, это здорово, потому что это, можно сказать, первый блин. Он к комам, но это первый шаг к развитию. С игры я уехал с довольным просто вот, с довольной мордой, весь уставший. Все болело, но было очень круто. И желание было вот вернуться еще раз и даже чем-нибудь помочь организаторам вот прям в каких-нибудь квестах, попридумывать что-нибудь, поучаствовать. Потому что дело реально стоящее. Когда мы сидели, отдыхали в баре, рядом с нами присел какой-то чувак. И он своим весом сломал лавку. И нам просто не на чем было сидеть. И чтобы мы сильно не ругались, он нам дал шоколадку. Типа, нате. Вот. И эту шоколадку, кстати, мы положили в энцефалитку вместе вот с этими деньгами. И постирали эту шоколадку, погладили ее там, короче. Правда, я не знаю, зачем вообще мы гладили энцефалитки. Это же, блин. Техника у меня, считаю, что вообще не подвела. Я к своей камерке подцепил банк энергетический. И на протяжении, можно сказать, четырех часов она вообще без остановки снимала. То есть материала у меня было много. В подобных проектах я считаю, что лучше больше материала, чем меньше. Есть из чего выбирать. И даже пригодился портативный ноут, который мы взяли, чтобы, если что, скидывать туда информацию. Мы резали на нем хлебушек. Да. Потому что доски для нарезания хлеба не было. И мы вот использовали его так. Моя вещь, что хочу, то и делаю. На этом я завершаю первый сезон Сталкер Страйка от меня. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся во втором сезоне обязательно этого проекта, который будет в конце августа этого года. Там уже у нас будет, я надеюсь, что мы все успеем подготовить. Камеру ночной съемки. За что вам большое, ребят, спасибо за поддержку. Вы не представляете, это просто реально очень круто. Помогайте нам в таком нелегком деле. Ну, а на этом все. Всем спасибо еще раз. И всем тортик.